До начала нового учебного года осталось всего ничего, а именно чуть более трех недель. Август всегда является для родителей и школьников месяцем активной подготовки к учебе. В частности, важно приобрести форму и другие школьные принадлежности. Все необходимое уже можно приобрести на рынках города. В областном управлении образования рассказали о мерах поддержки социально уязвимых слоев населения, а также подвели итоги приема документов для поступления в первые классы. Ажиотаж с формой и школьными принадлежностями в преддверии начала нового учебного года уже присутствует. Это заметно вблизи одного из городских рынков, где в августе открывается школьная ярмарка. Здесь можно приобрести самое необходимое – фартуки, рубашки, брюки, пиджаки, а также канцелярские принадлежности. Средняя стоимость школьной формы здесь стартует от 10-12 тысяч тенге. Самые дешевые рюкзаки можно приобрести за 5 тысяч тенге. Безусловно, когда семья многодетная, траты серьезные, подчеркивают актюбинцы. В этом году все дорого. У меня трое детей, на форму и школьные принадлежности ушло порядка 200 тысяч тенге. Например, спортивный костюм в 50 тысяч обошелся. Это еще хорошо, что у меня есть небольшой бизнес в собственный магазин. А другим тяжеловато. Тем более в некоторых семьях есть по 5 детей школьного возраста. Довольно накладно обходится. Вот тетради здесь покупаем по 25 тенге за штуку. В некоторых местах их стоимость доходит до 32 тенге, а где-то и по 40. Дороговато, конечно. Дороговато все. Вы только фарты купили, да? Еще же рубашки там? Нет, платье просто взяли и все, да. Туда блузка не нужна. Обувь? Пуфель? Обувь, по-моему, за 9 купили. Кроссовки за 6, по-моему, взяли. Сколько в среднем отходится у вас одеть ребенку в школу? Одеть и приготовить? Ну, 1070, наверное, уйдет. 80. Это много или мало для вас лично? Ну, это много, конечно, дорого. Важно подчеркнуть, что уже совсем скоро в одном из торговых центров города будет организована трехдневная школьная ярмарка. Там желающие смогут приобрести все необходимое к новому учебному году по доступным ценам. Кроме того, на каждого ребенка из семьи, относящихся к социально уязвимым условиям населения, будет выделено по 40 с половиной тысяч тенге. Школьная ярмарка будет проходить в Далидо-центре с 11 по 13 августа. График работы с 10 утра до 8 вечера. Там можно приобрести все необходимое по ценам ниже рыночных. Кроме того, будет оказываться поддержка детям и социально уязвимых семей. Это малообеспеченные многодетные семьи. В общей сложности таких ребят школьного возраста по области около 16 тысяч. На выделение денежной помощи предусмотрено в общей сложности 600 миллионов тенге. Также 31 июля завершится прием документов первой классы. Всего в новом учебном году впервые порог школы пережагнут 18 с половиной тысяч первоклашек. Из общего числа первоклашек 75% детей будут обучаться на казахском языке. Оставшиеся 25% в классах с русским языком обучения. Все первые классы уже окомплектованы. Необходимо отметить, что была проблема с нехваткой школьных мест в микрорайоне Батыс-2. Но и там вопрос решается. Уже в новом учебном году дети пойдут в современную частную школу Белемсмарт, которая рассчитана на 2650 мест. Отметим, что накануне был опубликован список получателей государственных образовательных грантов на бесплатное обучение. В общей сложности от Актюбинского региона 3211 человек прошли отбор. Кто не смог преодолеть барьер, могут претендовать на гранты Акима области. Есть определенный перечень специальностей, где требуются специалисты. И с целью подготовки профессиональных кадров предусмотрены гранты Акима области. В этом году их будет 80-32 гранта по бакалавриату и 48 на резидентуру. Из 32 грантов 22 выделяются на педагогические специальности. Остальные на такие направления, как искусство, строительство, социальная сфера и религия. Абитуриенты, желающие получить грант Акима области, могут подать документы 9, 10 и 11 августа. А у резидентов документы начнут принимать с 24 августа. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал Актюбе.